Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 16 ноября, и у нас к нам, вернее, пришла зимушка-зима. Вот такая зимняя сказка. Как же красиво! Сейчас около 6 часов утра. Я вчера наблюдала эту красоту, засыпая. Проснулась, и эта красота, эта сказка продолжается. Уже вот такие сугробы лежат. Плиточку нашу снегом замело. Посмотрите уже, какой слой снега. И вот все белым-бело. Как же красиво! Сейчас вот уменьшу. Прелесть! Ну вот уже совсем светло на улице, друзья. Посмотрите, какая у нас красота! Уже все крыши в снегу. Не поверите! Только вчера вечером я лазила там в сарае, искала эти ёлочные игрушки. Ну, там еще кое-что. Нашла, кстати, еще целый мешок джинсов. Все их вчера перестирала. В общем, готовлюсь к пэтчворку. Или лоскутному шитью. И только вчера, роясь в сарае, Я думаю, надо бы занести лопату, которой буду чистить снег. Но вот вы представляете, как же она мне сейчас пригодится. Что ты, моя девочка? Что ты кушала уже? Вот. Сейчас вам покажу, что я там делаю. Чем я занималась уже с утра. Ну, а потом пойдем чистить дорожки. Немножечко зарядки. Так что лопата уже в доме. Немножко грязного процесса, чтобы вы не думали, что красота получается вот так вот просто. Все чистенько, хорошо. Нет, друзья. И грязь, и пыль, и все остальное. Как говорится, красота требует жертв. Вот Моня пришел посмотреть на снежок. Что, Монька? Белые мухи полетели, да? Это вторая твоя зима. Зимушка-зима. Вон как ты за год вымахала. Кот-бегемот прям. Кот-бегемот. Ну, куда пойдешь? Конечно же, на кроватку нужно пойти полежать. Ой, ой, ты мой красавец. Да, мой ты мой красавец. Ты мой мурчалка. Ну, пусть полюбуются подписчики твоими янтарными глазками. Друзья, вот точно этот домовой в образе кота. Но надо же такому случиться. Только мебель в дом привезли, и тут же через пару часов нарисовалось вот это вот желтоглазое чудо. У меня руки в это, в клею. Сейчас клеила плитку в камине. Сейчас я вам все покажу. Ну, во-первых, посмотрите, что здесь творится. Ну, не так уж и плохо. Сейчас пылесосом вот эту пыль всю соберу. Это остатки плиточки. Моня, не только не разноси мне пыль! Монька! Здесь, на этом столе, я пилю. Вот пилка, ножовка по металлу. Ею я пилила плитку. Видите, вот это вот все остатки, что остались. Практически безотходное производство. Так, надо мне его закрыть, иначе он мне сейчас все здесь порастаскивает, всю пыль. Вот такая красота у меня здесь уже нарисовалась. Вся топка камина выложена. Я там снимала вчера видео, опять телефон заглючил. Не знаю, удастся мне этот кусочек поврежденный сюда вмонтировать на 4 минуты видео. Я рассказывала вам, но, наверное, повторюсь на всякий случай, если вдруг то видео не удастся вмонтировать. Вот я нашла вот эти вот звездочки, елочки. Пока они стоят здесь, вроде бы то коты их не трогают. Сидят им здесь место есть. Вроде бы то пока все хорошо. Вот это, конечно же, звеночек, и еще один не здесь будет. Это я так просто временно так не трогают, а вот все-таки трогают. Одну елочку мне тут завалили. Так, сейчас мы ее поставим. Вот, вот так. Вот такая целая, целый лес у нас здесь и звезд, и елок. Видите, как уже меняется камин. Здесь уже я оштукатурила финишной, вернее, зашпаклевала финишной шпаклевкой. Теперь у меня здесь теперь пуска пришла. Монька ушел, пуска пришла. Вы издеваетесь, что ли, растаскивать мне грязь? Сейчас, друзья, прервусь, пропылесошу, иначе это беда будет по всему дому. Все, немного собрала пыль, конечно же, потом все буду мыть. Так, на чем я там остановилась? Камин зашпаклеван. Плиточку я здесь выложила. Еще вот эти маячки не убирала. Пусть она сохнет. Вот такая красота. Потом это все, конечно же, поубираю. А сейчас я буду сам камин грунтовать. Нужно загрунтовать перед покраской. Вот такая грунтовка, обычная грунтовка глубокого проникновения, универсальная. Мы ее, по-моему, грунтовали. Это такое молочко. Там вот как раз осталось на донышке. Мне хватит загрунтовать камин. Мы ею, по-моему, грунтовали дом. Дом или еще что-то, не важно. Вот. Посмотрите, как у меня хорошо закончился клей плиточный. Это у меня здесь обычный, вот, кстати, это шпаклевка Витамин ЛР+, которой я шпаклевала. Видите, какой он гладенький, хорошенький стал. Шпаклевала последним слоем камин. Вот немножко погуще развела. И это же являлось клеем для вот моей плиточки. Вот. Клей особо я не покупала, как не покупала его нигде. везде в доме, вот где плиточка. Это все Витамин ЛР+, разведенный водой. Но здесь я еще добавляла клей ПВА для крепости. Можно не добавлять, он все равно будет крепко держаться. Но для уверенности можно добавить клей ПВА строительный. Вот. Сейчас загрунтую, покрашу этот камин и будем его потом красить. Я все думала покрасить его в бежевый цвет. Осталась у меня краска уже заколированная, то есть она изначально была белая, потом мы покупали колер. И вот такой бежевый цвет, которым покрашен дом, у меня остался. В принципе, на камин мне хватило бы с лихвой. Но, вы знаете, я так смотрю на этот камин и еще же будет вот это коричневое обрамление, молдинг вот этой топки, подчеркивающей эту саму топку, столешница темного цвета. И вот не хочу я здесь бежевый камин. Он здесь просто, знаете, как будто он вырос из стены. Посмотрите, но кто же может догадаться, что этот камин из пеноплекса. Я бы никогда не догадалась, что это пеноплекс. Настоящий добротный каменный камин. Ну, вот как будто это камень. Так что, пусть он будет из белого камня, такой белокаменный камин. Конечно, плиточка покрасится, вы не смотрите. Сейчас вот она подсохнет, я ее тоже загрунтую, покрашу в белый цвет и на этом приклеятся молдинги, еще вверху будет молдинг. И на этом все. Так вот, в том ролике, который поврежден, я вам показывала, видите, здесь у меня лежат березовые дровишки. Я их вчера, как Аня говорит, мам, в твоем доме, который вы купили, все у вас есть, действительно. У нас в сарае лежит запас вот таких вот березовых дровишек. И, я не знаю, мне прям так захотелось, пришла идея сделать просто уникальный светильник. Что я сделала? Я достала эти березовые дровишки, вот такую охапочку, вымыла их щеткой, прям под струей горячей воды. Они у меня, конечно, уже здесь высохли. Потом они вот так вот сюда ставятся. Здесь я включаю лампу с теплым светом. Это, в принципе, и диско-лампу включала, но эффект совершенно разный. Вот с теплым светом. Если еще найти мерцающую лампу, вы мне там подсказали, Лена, продаются такие мерцающие лампы, и это тогда вообще будет эффект горящих дров. И вот этой охапкой дров закладываются вот эта лампа, друзья, это просто бомба, бомбическая. Я постараюсь это Манечке отсылала, но днем было дело. А вчера вечером я опять засыпала здесь какое-то время, потом перешла на кровать, проснулась, замерзла, уснула, представляете, не укрылась. Проснулась, пошла, легла на кровать и уже лежала в спальне и наблюдала, как идет снег, глядя на наш фонайн. Так что вот такой вот будет уникальный камин. Вот здесь лежит, кстати, эта лампа теплого света, а вот это как раз патрон с выключателем от диско-лампы. То есть, я диско-лампу выкрутила. Сейчас, где она у меня? Вот она у меня. Вот она, эта диско-лампа. А вкрутила вот в этот патрончик лампу теплого света. В общем, это что-то с чем-то. Как же это красиво, друзья! Ну, конечно же, все покажу со временем. Вот так вот вырисовывается уже вот эта красота. В общем, камин оставлю белым. Не хочу я бежевый. Пусть он сливается стеной, будет разграничителем вот эта столешница. Ну, и подчеркивающей линии вот это обрамление. Вот они, эти наличники лежат. Я их сейчас тоже покрашу морилочкой. еще будет или не будет заборчик. В общем, камин ближется к завершению. Ну, а сейчас буду здесь убираться, мыть инструмент. Да, друзья, отвечу на вопрос. Вы мне задали такой вопрос. Лена, почему вы вот эту штуку называете кельмой? Это же терка. Нет, друзья, это как раз кельма. Это называлось еврокельма, когда я покупала в магазине и на ценнике. И вообще, когда я читала информацию про жидкие обои, там был дан совет купить еврокельму. Я тогда ее покупала в обе, сейчас уже купила вот это. я стерлась вся, это уже новая покупала здесь. А терка, друзья, это вот, у терки, я так понимаю, другая ручка. и видите, она вот такая, а здесь пространство, да, как у вот это тоже кельма, но это кельма для нанесения, видите, она с зубьями, для нанесения клея на плитку, чтобы он бороздками такими был и равномерно распределялся по плиточке. Это тоже кельма и это кельма, а вот это, друзья, вот это уже терка. Во-первых, у нее толщина другая и другая ручка, так что я все правильно назвала. Шпулька, как ты туда залезла? Вы представляете, это полка в прихожей, ну, наверное, вот на диван прыгнула и потом сюда. Шпулечка, ты там ящичек нашла, да? ты ящичек нашла? Ну, ты моя девочка, вот такая ты уже большая, да? Наелась и спать полезла. Спать полезла под потолок под самый. Там Маруська сидела, они вдвоем здесь были, но вот пока я за камерой сбегала, Маруська спрыгнула. Шпулька! А Монька здесь сидит. Моня, твое место заняли, да? Ну, ничего, ничего. Желтоглазик наш, желтоглазик. Ух, какие у нас глазки желтые, янтарные глазки. Ну, вот, друзья, навела я маломальский порядочек. Здесь все уже пропылесошено, промыто и я загрунтовала камин. Грунтовка должна сохнуть около суток, поэтому, конечно, руки чешутся, но не буду. Не буду сегодня красить, дождусь, когда грунтовка высохнет, ну, хорошо, так скажем. Вот, вы видите, даже плитка цвет поменяла, ну, потому, что она стала сырая. после грунтовки. Вот, уже все так хорошенько вырисовывается. Ну, а я приготовила здесь клееночку, приготовила вот эти наличники, грунтовку, и сейчас буду грунтовать вот обрамление для топки камина. Сейчас вот налью сюда из-под, что это, сметанка, наверное, была. Надела перчатки. С пальцем, друзья, уже вообще все хорошо. Осталось совсем чуть-чуть, но если бы я не расковыряла, уже бы все было вообще все хорошо. вот сейчас прокрасим. Наверное, несколько разочков, чтобы попасть в тон со столешницей, и уже наличники будут готовы. Там был вопрос, Лена, а вот сделайте камина, что дальше? Вы же не сможете без чего-то грандиозного. Друзья, но жизнь-то не заканчивается на камине. Буду показывать свою жизнь, просто домашнее видео, но я думаю, что наверняка я найду, что вам показать, какие-то поделочки будут, а потом у нас еще вязание, может мы с вами чего-нибудь свяжем. зима длинная, хотя знаете, так летит время, что все относительно, вон лето как пролетело, как один день, так же пролетит и зима. так что мы идем, что показывать. Что-нибудь интересненькое да придумаю для вас. У меня еще в планах. Во-первых, коврики будем вязать, пряжа-то пришла, они тоже не быстро вяжутся, коврики, сидушки, а там может быть я затащу эту шину в дом и вчера, кстати, тоже была у Шоры с почты шла, зашла это. Шора это в овощном магазине, которая купила опять хурмушки, яблочек там на компоте. не могу без компота, вот что-то прям подсела на него. И взяла опять этих ящичков. Вот ящички надо разобрать, хорошенько их отшлифовать, все эти половицы или как назвать детальки. И можно будет занести шину в дом и обрамлять шину вот этим заборчиком. А там зимой может быть купим этот как сказать USB панель. эту сторону то я не буду красить. Здесь клей будет. И вырезать будем круг и делать сидушки такие стульчики пофиги для улицы. Летом то этим вообще некогда будет заниматься. Так что найдем что делать. Вы не переживайте. Готовить будем. Я же говорю вязать шить лоскутное у меня сколько идей по покрывало это надо шить из джинсы и просто из лоскутиков. Теперь у меня хорошие инструменты и нож и коврик и линейка пока на первый раз мне достаточно. Так что я думаю что будет интересно. Я насчет этого не переживаю. раньше вы знаете я когда вязала вот канал был чисто вязальный боже как же это сложно было как же это сложно друзья вы не представляете я прям в ноги кланяюсь тем девочкам которые снимают вот эти попетельные мастер классы сидят скорюченные перед камерой все это показывают ошибешься это все надо переснять мало того переснять перевязать да и само полотно пока свяжешь это очень трудоемкий процесс друзья и там действительно было сложно в этот период что связать как показать а сейчас я перешла на влоговое видео во первых я смотрю публике нравится конечно же те которые у меня были на канале и смотрели мастер-класс это публика потихонечку уходят но приходят другие и смотрят мои влоги с удовольствием и я как бы этому тоже очень очень рада так что будем вязать будем жить будем весна придет будем сажать много идей по озеленению так что все будет хорошо ну что друзья давайте выйдем на улицу я уже здесь почистила дорожки вот буквально вчера достала лопату для снега а снежок идет такой ленивый сейчас с Лешиком разговаривала в Москве солнце в Москве солнце небо голубое а у нас идет вот такой сказочный снег смотрите какая сосулька ой все белым белым как вовремя покопали огород ну тепло ну вообще снег когда идет тепло вот почистила я дорожки к сараю к одному ко второму все белым белым спасибо Лиза за то что сказала мне что надо хризантемы обрезать обрежу мне так жалко они так еще цвели хорошо что мне жалко было эту красоту срезать но я и не знала очень благодарна за ваши подсказки давайте выйдем на улицу глянем что там ой а тут красота надо будет тут видите видите какой сугроб надо будет и здесь пройтись прочистить скрипит ну такой мягкий мягкий снег мокрый вернее не мягкий мокрый ой красота класс класс еще отвечу на один комментарий пока иду в дом одна женщина написала что купили дом вы типа дети поставили вопрос о разъезде а вот мои дети нас оставили типа в квартире а сами купили себе как бы на голову не упало видите падает с крыши и пугает как бы говорит это купили себе жилье в ипотеку я очень рада за вас за ваших детей а и типа квартиру не в деревне а в питере ну во первых я в питер не хочу мне не подходит питерский климат это раз серость вот эта постоянная мне не нравится ветра эти да и вообще я не не хочу большой город питер на москву менять зачем ну вот так вот я отвечу я очень рада что вы так хорошо разъехались что ваши дети влезли в ипотеку но я вам скажу так что я и врагу не пожелаю ипотеку тем более в нынешнее время неспокойная мы с дочерью когда вы купали долю в нашей квартире московской мы естественно влезали в кредит на 5 лет но поскольку вопрос решился с разъездом в 4 года мы конечно же при продаже квартиры погасили остаток там долго ну то есть меньше выплачивали на год получилось 4 года ну даже чуть меньше 4 лет 3 года и 8 месяцев где-то так вот и вы знаете это не 20 и не 30 лет выплачивать кредит и это самое настоящее рабство я имею ввиду ипотеку эту выплачивать поэтому каждому свое мы не в Питере но и не в деревне как вы выразились у нас районный городок мне он нравится тихий уютный зеленый чистый все есть поликлиники бассейн даже есть магазины дом культуры все есть парки я не ощущаю что я в деревне я ощущаю себя в деревне когда вот выхожу во двор смотрю на свою землю и вот тогда я ощущаю себя в деревне но 3 минуты ходьбы я в центре города и уже это не деревня и мы не сидим в кредитах и я этому очень-очень рада за эти 4 года то что мы с дочерью выплачивали я же говорю я врагу не пожелаю как это тяжело и и сама мысль а что а что может случиться а может я завтра работу потеряю а может я завтра заболею вот вот и я рада что этот период закончился и мы удачно разменялись разъехались так что друзья каждому свое ладно я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Сичникова пока-пока Анюта это бомба мне кажется даже без вот этой загородки намного лучше отъедеть как красиво будет вечер субтитры